Вспышка болезни, вызванной коронавирусом, началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев инфекция разошлась по всему миру. По последним данным, коронавирусом заразилось около 200 тысяч человек. В России насчитывается 114 заболевших по состоянию на 17 марта. В Сарове больных не обнаружено. Был уже мальчик, про которого мы говорили. Он был у нас из Китая, который в 14 эти дней заболел и лежал в больнице. И провели ему весь комплекс обследований. Он оказался больным гриппом B. На сегодняшний день он уже здоров, выписан. Есть еще один человек на сегодняшний день, который приехал из Арабских Эмиратов с признаками заболеваний. Тоже я думаю, что его вылечат. Я в этом плане полный оптимист. Я считаю, что это совершенно другая инфекция. Потому что в Арабских Эмиратах у нас еще очень мало заболеваний. По словам Ирины Игнатьевой, в клиническую больницу обращаются горожане, которые вернулись из-за границы, чтобы вовремя выявить инфекцию и обезопасить окружающих от вируса. В середине марта таких было 23 человека. На самом деле к завтрашнему утру их будет гораздо больше. Потому что вчера это был один список заболеваний стран, сегодня это был другой список стран. А если завтра с утра мы рассматриваем абсолютно все страны, то можете себе представить, что в городе много людей, вернувшихся в принципе из-за рубежа. Что значит берутся под наблюдение? Это значит, что нам о них передаются сведения. А если они не передаются, то люди сами могут обратиться. Все в принципе это такой взаимный процесс. К ним приезжают медики, предлагают самоизоляцию на 14 дней, где самоизоляция предполагает оставаться, находиться по месту своего проживания, активно никуда не выходя, не имея тесных контактов с внешним миром. У всех, кто обращается в больницу с симптомами коронавируса, берут анализы дважды, в день, когда человек поступил в клинику и в день выписки. По словам Ирины Игнатьевой, 80% пациентов переносят болезни в легкой форме, тяжело болеют 20%, смертность от нового вируса составляет 3,5%. Мы сейчас, к сожалению, все заложники именно вот этих организационных мер. Мы часто страдаем не из-за того, что инфекция тяжелая, а потому что организационные все наши меры, включая наши карантинные мероприятия, нацелены на то, чтобы немножко отсрочить шквал наступлений больных. Заболевание все равно придет. Вот вы поймите, что как грипп. Ну, как вот сказать, что давайте закроем границы, и россияне тогда гриппом болеть не будут. Ну, это абсурд. Если инфекция передается воздушно-капельным путем, в нашем мире ее невозможно остановить. Она все равно придет. Чтобы не заразиться коронавирусом, сотрудники здравоохранения рекомендуют горожанам поддерживать чистоту рук и поверхностей, носить с собой дезинфицирующие средства и одноразовые салфетки. Избегать приветственных рукопожатий и поцелуев. Если вы почувствовали усталость, у вас появилось затрудненное дыхание и повысилась температура, есть кашель и боль в горле, то не стоит заниматься самолечением. Необходимо вызвать врача на дом. Более подробно о коронавирусе можно прочитать на сайте ФМБА России или позвонив на горячую телефонную линию в Сарове 977-77. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.